Сегодня выступят четыре солиста ансамбля. Это Марина Робинштейн-Флейта, Никита Агафонов-Кларнет, Екатерина Фоминская-Скрипка и Ольга Галочкина-Виалончель. И сегодня с ними вместе проведет эту открытую репетицию, лабораторию композитор Николай Попов. Коля, расскажите, пожалуйста, что сегодня будет. Здравствуйте, меня зовут Николай Попов. Я хотел бы сегодня показать две пьесы, одна из них с ансамблем, которая будет в конце, с ансамблем и электроникой. И первая пьеса, она интерактивная. Я хотел бы с нее начать, дабы вообще познакомить вас с тем видом творчества, которым, собственно, мы занимаемся. Это называется электроакустическая композиция. И у электроакустической композиции есть разные подвиды ее взаимодействия с живыми инструментами, с видеорядом и прочее. Первая композиция, которую я вам хочу показать, она интерактивная. Интерактивность заключается в следующем. Я немножко расскажу про идею этой пьесы. Однажды с видеохудожником из Сербии, Тодором Пожаревым, мы придумали такую идею сделать композицию из очень странного материала, как звукового, так и визуального. Может быть, вы слышали о таком проекте, как будет космический проект компании NASA? Кто-нибудь слышал об этом проекте что-нибудь? Ну, неважно, я просто быстро расскажу. В 70-х годах NASA запустила три космических корабля, которые назывались Voyager, для исследования далеких уголков космического космоса. И один из таких аппаратов должен был вылететь за пределы Солнечной системы и передавать информацию на Землю. Но ученые, на самом деле, оказались достаточно творческими людьми. И к одному из таких аппаратов они прикрепили так называемый золотой диск Voyager. Это такая медная пластина, на которую была помещена информация о нашей Земле, о нашей планете. Помимо различных видов деятельности, которые происходят на нашей планете, помимо фотографий различных мест нашей планеты, было помещено на эту пластинку следующий материал, который нас с видеохудожником заинтересовал. Первый материал – это обращение на 55 языках непонятно к кому. То есть, наверное, к тому, кто найдет эту пластинку и будет ее декодировать, дабы понять, что на ней зашифровано. Ввиду того, что вы, наверное, понимаете, что невозможно отправить PDF-файлы или MP3-файлы, естественно, вся информация была отправлена в некоторые математических формулах и даны формулы, дабы декодировать этот материал и на него посмотреть или его послушать. Помимо прочего, было помещено очень много различной информации о классическом музыкальном наследии, в том числе «Весна священная» Стравинского. Может, вы знаете такой балет. Что связано с звуковыми действиями в этой пьесе, я как раз-таки использовал вот этот файл 55 обращений на разных языках. Сейчас я вам продемонстрирую этот файл. Эта информация вся абсолютно доступна на сайте НАСА. Ее можно скачать об этой пластинке. И все, что я использовал, взял с этого сайта. Субтитры создавал DimaTorzok Это один из материалов, который я взял. Я его обработал до такой степени, что от него остался только ритм и получилось вот нечто следующее. Либо вот. Также использован один аккорд из балета «Весна священная» Стравинского. Может, вы знаете эту музыку, я вам напомню. Этот аккорд взят за цитату в этой пьесе. В визуальной части были использованы архетипы сербских икон, которые были помещены также на этот диск. Ввиду того, что видеохудожник из Сербии, он как раз-таки предложил такую идею очень интересную. Те иконы сербские, которые были отправлены на этой пластинке в космос, до сих пор еще этот аппарат не вылетел за пределы Солнечной системы, но если вы знаете, наверняка вы знаете последние военные действия в Югославии, Сербии и так далее, было уничтожено очень много храмов и прочего. То есть на земле этих икон уже нет, а само послание, которое было отправлено в 70-х годах, оно до сих пор еще не настило своего адресата. Вот, и видеохудожник, он сделал такие некоторые работы на бумаге, маслом, с которыми потом идет некоторая интерактивная работа. Сейчас я вам их покажу. Вот такой материал, это просто бумага и масло используется. Да, вот, например, что-то типа троицы. Вот, все эти материалы, которые я сейчас продемонстрировал, они взаимодействуют между собой посредством так называемых миди-сообщений. Миди-сообщение это некоторое… Ну, это то, что, когда мы нажимаем на клавишу конь синтезатора, поступает некоторое сообщение, на которое можно запрограммировать абсолютно любое действие. Там свет, видео, звук, все что угодно. Вот, эта пьеса, она может быть исполнена как вживую посредством вот такого вот аппарата, который называется электронные ударные инструменты. Сейчас я вам покажу. Вот, посредством такого аппарата. Потому что эти электронные ударные, они сами по себе представляют всего-навсего миди-сигнал. Но можно исполнить это сочинение, собственно, без использования живого человека, то есть посредством компьютера. Каждое миди-сообщение влияет на различные аспекты, как звуковые, так и визуальные. И, собственно, я хочу сейчас продемонстрировать, что из этого получается. И, собственно, я хочу сейчас продемонстрировать. Продолжение следует... 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 Спасибо. Вот, собственно, на таком принципе работает все сочинение. То есть, как я уже говорил, из электронной части были выявлены некоторые элементы или звуковые комплексы, целые комплексы, которые были проанализированы посредством современных каких-то программ, в основном которые изобретены институтом изучения звука и акустики звука ИРКАМ во Франции. Вот, и таким образом создана вот такая партитура для живых исполнителей, которая исполняется в итоге в миксте с электроникой, которая была первоначально. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...